Эпоха барокко отличалась пышностью во всем, в том числе, конечно, в одежде. Мода отражала все самые причудливые направления, и золото, которое обильно использовалось в украшении интерьеров, использовалось и в декоре костюма. Платья той эпохи были сложными, многослойными, талия очень тонкой. Считалось, что идеальная талия должна быть на обхват мужских рук, то есть примерно 40 сантиметров. Чтобы добиться такой стройности, да, мы столь прочно шнуровали ребра корсетов, что от духоты многие падали в обморок. Так как это происходило, довольно часто стало считаться, что падение в обморок, по любому поводу, признак утонченности натуры. Для того, чтобы подчеркнуть стройность талии, носили юбки на фижмах. Фижмы зрительно расширяли бедра спереди и сзади плоские, по бокам они создавали довольно масштабный объем, благодаря чему дамы часто с трудом проходили в дверь. Считалось особым искусством незаметно сложить фижмы для того, чтобы пройти в дверь или сесть в карету. Многосложный крой платья позволял показать нижние юбки. Как правило, они были из разных тканей. Для создания одного наряда использовалось до четырех различных фактур. Ткани самые популярные, это, конечно, парча, шелк, бархат. Обратите внимание на головные уборы. Галантной эпохой, эпоху Елизаветы Петровны, Екатерины Великой называют не зря. Галант по-французски бант. Банты присутствовали и в украшении прически, прически носили высокие, и даже в украшении обуви. Каждому платью индивидуально шились туфли. Говоря о прическах, нельзя не отметить тот факт, что они были очень высокими. Вот такая накладка обычно лишь завершала сложную композицию. Да, мы начинали делать прическу за несколько часов до начала праздника. Использовали конструкции с проволоки и соломы. Если своих волос не хватало, что случалось довольно часто, использовали накладные. Модно было иметь светлый оттенок кожи. Поэтому обильно использовали пудру не только в украшении лица, но и в украшении волос тоже. Это могла быть свинцовая пудра или обычная, которая использовалась в кулинарии. Лучше всего блеск глаз оттеняли бриллианты. К тому, конечно, богато использовались украшения. Утром модно было носить жемчуга, а вечером бриллианты. Часто бриллианты и жемчуга сочетались. Веер. Еще один непременный атрибут стильной дамы той эпохи. Залы освещались свечами. Многочисленные свечи не столь освещали, сколь отапливали интерьер. А в Вере было создано немало трактатов. Вера мог многое рассказать о своей хозяйке. Самые необычные дамы, смелые, украшали Вера чучелами птиц, например, калибре, драгоценными камнями, стоимостью сопоставимыми с поместьями и другими диковинными вещами. Общий вес наряда от прически и до туфель мог достигать 45 килограмм. Многие красавиц к вечеру страшно опухали. Но не даром 18-е столетие называют веком женщин. Дамы были активны и во внешней политике. Многие правили государствами. И в личной жизни они имели огромное количество поклонников. Модно было украшать парик локоном поклонника. Чем более пестрой получилась прическа, тем большим почтением пользовалась дама. Вот такой была яркая, блестящая, жизнерадостная эпоха барокко.